Я думаю, что при нынешнем составе Госдумы и при нынешнем состоянии государства, всех механизмов, всех ветвей государственной власти, такая ревизия мало к чему проведет. Это примерно так же, как счетные палаты, которые ловят каких-то блох, в то время как с этого склада вывозятся эшелоны. А мы ищем мышей. Выходят эшелоны, вывозятся из страны. Половина бюджета, как сказал Медведев, выводится в черную из-за границы, воруется. Таковы масштабы коррупции, это не мои слова. А счетная палата там, 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 кого-то нашла, каких-то мелких жуликов. Примерно то же самое и здесь. Сначала, мне кажется, надо все-таки определиться вообще, куда мы идем, что мы строим. Сейчас, если спросить любого молодого человека, у меня бывает много контактов с молодежью, причем с такой просвещенной молодежью, вузовской молодежью и так далее, предпринимательской молодежью. Вот если вы спросите человека, что за общество мы строим, вообще куда идет Россия, ни один человек вам внятно не скажет. А это ведь и должно быть заложено в Конституцию. И вообще говоря, от этой печки должны танцевать все законы, которые должны обслуживать стратегический курс. Вот Америка строит мировую державу, которая должна всеми командовать, всем все навязывать, если кто-то не слушается, наказывать. Вот. Ну вот это и есть стратегия. Вот под эту стратегию все и выстроено. А у нас какая стратегия? У России, конечно, есть духовная стратегия. Это стратегия миротворчества, это стратегия духовно-нравственного созидания. И мы должны разрабатывать модели альтернативные тому, что сейчас творится на Западе. Но при той ситуации, которая у нас есть, это, видимо, еще делать рано. В этом смысле попытки провести ревизию на неподготовленной почве, без решения этих фундаментальных вопросов, они могут быть решены только в результате общенациональной дискуссии, причем правдивой дискуссии, а не в режиме ручного управления, когда вот один человек сказал, мнение остальных не интересует. Вот без этого подходить к какой-либо ревизии Конституции и законодательства, это просто, ну знаете, опять сотрясание воздуха. Это опять закончится какими-то формальными отчетами, что мы сделали то, другое, третье, пересмотрели там 150 тысяч законов, а ВОЗ и ныне там.